Саратовские студенты встали на лыжи. Самые известные вузы региона выставили своих участников на лыжные гонки в рамках спартакиады вузов. Какое учебное заведение считает себя самым спортивным, узнал Юлия Шишкина. 5 секунд осталось. 2, 1, старт. Мужская дистанция 10 километров свободным ходом. Эти ребята одолевают ее примерно за 40 минут. На лыжном стадионе 5-й дачной проходит первенство области по лыжным гонкам среди высших учебных заведений. Из-за ледяного дождя начало соревнований было отложено на день. Погода стала мягче, но трасса даже для опытных лыжников оказалась подвохом. Сейчас лед на трассе, много поворотов и спусков крутых. Они сами по себе заледеневшие, они опасные. Здесь более 100 юношей и девушек, защищающих честь семи самых крупных саратовских вузов. Лилия Воевода представляет Саратовскую консерваторию, четвертый курс. Она скрипачка, но за свои музыкальные руки не боится. Говорит, во-первых, лыжи – нетравмоопасный вид спорта. Во-вторых, спорт воспитывает ценные для музыканта характер и скорость реакции. Свои 5 километров Лилия прошла под музыку, в голове. Я собираюсь в концерт погони и не играть, но мне бы хотелось первой. И он меня играл в голове. Ну, частично. Ну, какие-то еще свои мысли были, но музыка все равно постоянно со мной. На одной трассе с обычными студентами и серьезные профессионалы. Участницы международных и медалистки крупных российских соревнований по биатлону Татьяна Халиулина и Маргарита Яростова. Андрей Усов, который входит в десятку сильнейших биатлонистов юношей России. Их успехи вдохновляют других студентов. Когда у нас Логинов, вот в том году Саш Логинов, участник Олимпиады, выступал, когда пошли результаты в СМИ, и к нам, вот я руководитель спортивной школы, очень много сразу желающих пошло заниматься отделением биатлоны. Очень много. Первенство спартакиады вузов одним днем не ограничится. В расписании еще гонка классическим ходом и эстафета. По итогам будет отобрана сборная области, которая и поедет на Всероссийскую универсиаду. Юлия Шишкина, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.